Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня темой моего рассказа будут нетрадиционные зеленые культуры, которые я рекомендую попробовать вам вырастить в наступающем сезоне. Ну, что мы называем нетрадиционными зелеными культурами? Как правило, это растение, по какой-то причине не получившее популярность на территории бывшего Советского Союза. Хотя многие из этих культур, которые я назову, достаточно широко распространены в других странах. Прежде всего, это страны Юго-Восточной Азии, в Китае. Там они используются очень широко и являются, они входят в пятерку самых широко выращиваемых растений. Ну, а у нас семена на рынке таких культур появились не так давно. Я испытала их у себя в саду. И поэтому смело могу порекомендовать вам для того, чтобы обогатить ваш витаминный стол. Первой культурой, про которую я хочу рассказать, является японская капуста мизуна или митсуна. Есть разночтение в её произношении. На самом деле, капустой она называется очень случайно, поскольку биологически, ботанически эта культура относится к роду репа, к виду репа. Чем отличается эта культура? У неё могут быть в зависимости от сорта листочки сильно рассечённые, либо менее рассечённые, с такими острыми лопастями, либо надрезами просто. Это скороспелая культура, которая образует розетку листьев, которую можно употреблять в пищу уже буквально на 20-30 день после посева. То есть не с появления всходов, а с момента посева. Кроме того, существуют сортами мизуны как со светло-зелёными листьями, тёмно-зелёными, но особенно популярны бордово-листные сорта. Чем, на мой взгляд, эта культура хороша? Она растёт очень быстро. Это очень холодостойкая культура. Кроме того, вы можете её посеять даже под зиму. Эта культура легко размножается самосевом. Вы можете сами, один раз приобретя семена этой культуры, получить семена со своих же растений и собрать их. И в дальнейшем уже не обращаться к магазинным семенам, а пользоваться именно своими проверенными семенами. Эту культуру можно высаживать неоднократно на протяжении всего сезона. Но, на мой взгляд, она идеально заполняет беззеленые периоды ранней весной. Причём её можно высаживать как первую культуру в теплице, прежде чем высадить основную рассаду послёновых культур, огурцов, помидоров. То есть это будет очень хорошее заполнение вашей теплицы, чтобы она не пустовала, и вы получили урожай какой-то раньше, чем с основной культуры. Кроме того, можно выращивать её как пожнивную культуру осенью. После уборки основных культур она ещё вполне успевает дать урожай в осенние месяцы до наступления устойчивого похолодания. Ну, конечно, большее предпочтение ей даётся весной, когда не хватает витаминов. Кроме того, если вы собираете свои семена капусты мизуны, её очень хорошо использовать для получения проростков. Тему про проростки мы освещали на нашем канале в прошлом году. Ещё одной интересной культуры, которую тоже пока не часто мы встречаем на прилавках наших магазинов, но она уже получила достаточную популярность и распространение в виде салатных смесей, которые предлагаются как для выращивания, так и готовые салатные смеси, которые выращены и уже продаются в виде листьев. Это листовая горчица. Это действительно горчица. Специально отобраны её формы и сорта. Эта культура получила наибольшую популярность в Китае. Там выращиваются различные виды и сорта листовой горчицы, которые отличаются степенью изрезанности листа, волнистостью листа. Есть у неё формы и сорта с зелёными листьями, со светло-зелёными листьями, есть с бордовыми листьями, есть пёстро-окрашенные. Эта культура очень хорошо выглядит также на импровизированном цветнике или декоративном огороде. Как любая капустная культура, листовая горчица предпочитает плодородные почвы с достаточно низкой кислотностью. Нейтральные либо слабокислые почвы. На них она растёт лучше всего. Это также очень скороспелая культура. Первый урожай листовой горчицы можно получить буквально спустя 20-25 дней после посева. Также эта культура хорошо используется в пищу в виде проростков. Она быстро всходит и проростки у неё получаются сочные, с выраженным интересным вкусом. Но в отличие от капусты мизона, листовая горчица отличается более острым вкусом. И поэтому она может не всегда хорошо переноситься людьми, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Такие как гастрит, особенно в стадии обострения. Либо язвенная болезнь, тоже в стадии обострения. Ещё одной маловстречающейся пока культурой является так называемая многолетняя рукола. Я сама впервые встретила семена этой культуры буквально 3 года назад. И с той поры должна вам сказать, что у меня практически не осталось в огороде стандартной обычной руколы. Хотя на вкус, признаюсь честно, обычная рукола гораздо вкуснее и нежнее. В чём же достоинство многолетней руколы? Эта рукола сохраняет зелёный вид. И несмотря на то, что она постоянно рано зацветает, у неё весь сезон образуются новые зелёные листья и новые розетки листьев, которые можно использовать пищу. Она даёт большое количество семян и она даёт самосев. Имеет более острый вкус. Лист у неё более такой плотный, чем у стандартной руколы. Кроме того, эту культуру очень хорошо в летнее время использовать для различных начинок. Я делаю с использованием различной зелени, в том числе и многолетней руколы. У меня очень любят эту такую закуску, можно сказать. Блинчики с зеленью и яйцом. Попробуйте, я думаю, что вам также может понравиться это блюдо. Ещё один вид салатных культур, который пока тоже у нас не получил достаточного распространения, хотя в Европе это одна из очень часто встречающихся и популярных культур, это так называемый полевой салат. Корн-салат или ботанически это называется валерианелла, колосковая или огородная. Растение это холодостойкое, это культура идеальна именно для осеннего потребления. В весеннее время, если вы впервые посеяли семена, всходы появляются у неё достаточно долго, на 10-12 день после посева. И стандартная продукция из неё получается спустя 20-30 дней с момента появления всходов. То есть это достаточно большой период времени. Кроме того, с удлинением светового дня эта культура достаточно быстро переходит к цветению. Также она быстро зацветает при недостатке почвенной влаги. А вот в осеннее время эта культура всходит очень быстро почему-то. И она способна развиваться вплоть до нормальных таких морозов. Даже ночные заморозки не повреждают её зелень. Образуются такие плотненькие хорошие розеточки листьев. Она, конечно, мелковатая. Но на вкус она отличается тем, что в отличие от руколы, от листовой горчицы, от мизуны, она не имеет никакого выраженного горького или какого-то кислого вкуса. Она просто нейтральная зелень. По вкусу она больше всего напоминает хороший листовой салат. Ну и ещё одна моя любимая культура, которую я выращиваю уже достаточно давно. Но несмотря на то, что семена её практически всё время есть в продаже, она как-то не получила популярности особой. Хотя это очень и вкусное, и красивое растение. Это листовая свекла, так называемая мангольд. В чём прелесть этой культуры? Ну, во-первых, в том, что у неё существует большое разнообразие сортов. Она может продаваться как в смесях, так и в отдельных сортах. Ну, чаще всего в отдельных сортах продаётся красно-черешковый сорт вулкан. Вот это растение вообще бесподобно смотрится как в декоративном огороде, так и в цветниках. И точно так же оно прекрасно выглядит в ботвинье, в борще, в салатах, в тушёных овощах. Это растения выращивают ради черешков и молодых листьев. Есть ещё один сорт мангольда, который тоже очень часто предлагается в продаже. Это сорт лукулус. Это сорт английской селекции с белыми черешками. В Англии предпочтение отдаётся именно светлоокрашенным сортам мангольда, которые считаются более нежными и сладкими. Но, возможно, она, конечно, более нежная и сладкая, но на мой такой белорусский взгляд, краснолистная свекла выглядит привычнее и вкуснее. Надеюсь, мой рассказ был вам полезен. И в новом сезоне вы обязательно испытаете какие-то новые культуры. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.